Накануне в Каменске-Уральском, которое у нас, да что у нас, во всем мире воспринимается как город суровой металлургии, состоялось открытие нового производственного комплекса на уникальном заводе, где стерильность, стерильность и еще раз стерильность позволяют выдавать уникальную для нашей страны продукцию. В присутствии большой делегации от руководства области на заводе медицинских технологий, который отмечает свое первое 25-летие, был пущен в эксплуатацию комплекс по производству двусторонних игл, для забора крови. Его строительство при господдержке размером около 130 миллионов рублей шло последние три года. Евгей Владимирович, вот он, вы и маленькое предприятие, но он всегда к вам относился и относится очень так, потому что, я еще скажу, в беде вы подставили к плечу субъекта. Меры господдержки, которые мы сейчас располагаем, это была его инициатива через региональный фонд развития производства, когда началась пандемия, почему-то дружно все посмотрели, оказывается, одноразовые медицинские одежды, масок и все, что сопутствующее, по факту-то у нас и не было, не только в Силовской области, в целом в стране. Вы сами не понимаете, какой подвиг вы совершили, но вы его совершили, по крайней мере, мы не допустили массового заболевания врачей, иначе нам бы некем было лечить население Силовской области. Мы в кратчайшие сроки с вами освоили производство одноразовых масок, и, смею вас уверить, решили очень много и много вопросов, связанных с безопасностью наших медицинских работников. Мы гордимся, что именно в Каменске, в Уральском, есть вот такое производство, и за 25 лет действительно доказавшее, что мы можем... Вот это яркий пример импортозамещения, да, то есть когда люди, организовывая свое предприятие, когда еще никто не заставлял, еще никто даже не думал о том, что надо задумываться о производстве каких-то элементов у себя в стране, все можно приобретать за границей, а они вот такой стратегический вектор для своего развития приняли, и не прогадали, сделали все правильно, и пандемия, то есть когда оказались мы в таких условиях, что и масок не хватало, и можно сказать, что завод медицинских технологий, ну, просто спас. На сегодняшний день именно на комплектах из Каменско-Уральского в год производится 1 миллион хирургических операций. Нам приходится подстраиваться под клиентов, ну, наверное, это правильно, потому что у нас в трёхе лучше в мире. Ну и более 50 миллионов лабораторных анализов делается с использованием систем для взятия венозной крови именно с маркой ЗМТ. Это капилляр, с помощью которого берётся трёх, с пальцем пульсом. Затем перебывается, и это выбрасывается от рыжей, закрывается, 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 закрывается. То есть мы производим два, в двух областях медицинские изделия однократного применения, это хирургическая одежда и бельё, и уникальность нашей продукции, что мы единственные сейчас в России производим продукцию из нетканых материалов для операционной, и также из пластика, и объединяем их в одни комплекты, укладываем согласно требованию заказчика, согласно требованиям операционной, и стерилизуем в таком виде. Вот это уникальный продукт, который не производит никто. Мы поставляем стерильную продукцию. Мы не имеем права здесь на ошибку, потому что не стерильность может привести к нанесению вреда здоровью, не дай бог жизни пациента. Поэтому это большая ответственность. И наши рабочие это прекрасно понимают. И слава богу, у нас не было за нашу историю ни одного такого случая. В честь 25-летия завода медицинских технологий в Каминске-Уральском, прямо на церемонии открытия нового производственного комплекса, который обошёлся почти в полмиллиарда рублей, 36 лучших из 430 работников уникального предприятия получили за свой труд награды уровней от федерального до муниципального. Субтитры создавал DimaTorzok